Приветствую вас. Я подумал, что будет, ну, имеет смысл записать вам аудиоответ, чтобы вы немножечко получили от меня соответствующую обратную связь, чтобы вы немножечко более лучше, может быть, поняли то, что я вам хотел сказать, потому что вот то, что вы написали в своем последнем сообщении, мне лично показалось таким, знаете, ну, настороженным, немного даже защитным с вашей стороны. То есть, понимаете как, вы проагировали на то, что я вам сказал, не то чтобы негативно, но вы отнеслись к этому достаточно скептически, то есть вы сказали, мы, может быть, там не психологи, да, но нам кажется, что манипуляция это там вот что-то другое, да, что-то такое, когда есть воздействие на, собственно говоря, человека. Я подумал, что было бы правильно, если бы я написал вам такой вот аудиоответ. Я собрал, значит, все, что вы написали в одном тексте, чтобы пройтись по нему и попробовать еще раз разобрать в том, что у вас происходит, потому что, ну, знаете, как, чтобы понять, насколько вообще соответствует ситуация тому, что происходит, необходимо разбирать ваши отношения с ним, потому что справедливости ранее, нужно сказать, что то, что происходит сейчас, это и ваша ответственность. Итак, сын постоянно говорит о своей следе по телефону, ему 22 года, уехал в другой город, живет сейчас один. И раньше учился в университете, теперь бросил учебу, хотя учился хорошо, сам поступал. Говорит, что смысл вообще нет, что не хочет жить больше в этом обществе потребителей, все надоело, он устал и все опротивляет. Говорит, что хочет сделать напоследок доброе дело, отдать свою почку какому-нибудь больному ребенку, чтобы я консультировался с юристами по этому поводу и нашел пациента, которому требуется орбит. Вы знаете, прошу прощения, во-первых, за звуки помехи, это за окно, за окно машина едет. Значит, вы знаете, вот то, что я хотел вам сказать в начале. Вы пишите, что сын постоянно говорит о своей следе по телефону. Вот вы знаете, как бы, в продолжении той темы, которую я вам предложил в своем последнем сообщении, человек, который хочет действительно покончить жизнь самоубийством, он не будет об этом говорить, потому что он знает, что его могут остановить, ему могут помешать, как угодно. Человек, который хочет покончить свою жизнь самоубийством, не испытывая потребности в том, чтобы об этом говорить. Ему это просто не нужно. У него есть цель, эту цель он преследует, эта цель ему важна, и он к этой цели идет. То есть, если мужчина, в данном случае ваш сын, говорит о чем-то, в данном случае о своем сыне, если он говорит об этом, значит, ему нужно говорить об этом. Он нуждается в том, чтобы говорить об этом. Нет, он нуждается в том, чтобы говорить об этом. Значит, эта тематика при прочих равных условиях, а я именно хочу, чтобы вы это понимали, при прочих равных условиях, то есть речь идет о том, что не отменяя того факта, что мужчина может действительно думать о суициде, да, не отменяя именно этого факта, но нужно понимать, что ему нужно, ему необходимо для чего-то говорить об этом, ему необходимо это, и вот есть вопрос для чего. Может быть, ситуация складывается так, что ему не с кем поделиться, ему не с кем поговорить, ему не с кем, некому выразить свои переживания. Может быть, случилось так, что именно ему нужно кому-то рассказать о том, что его беспокоит. Может быть, ему приятно говорить о суициде, потому что он чувствует, что может снять с себя всю ответственность, и ему приятно думать о том, что он может никому не быть должен. То, что он говорит о том, что ему надоело жить, о том, что ему вот это все, он именно говорит, он жалуется и жалеет себя. Жалеющие себя люди, в принципе, они готовы, они думают, что готовы к тому, чтобы покончить с собой, но в действительности, в действительности, мало когда это делают. В действительности, они почти никогда не завершают свое дело до конца, потому что они себя жалеют. Но гораздо важнее вам, вот если вы говорите, что он вам по телефону говорит о том, что ему все надоело, поддерживать этот руковод, провоцировать его на то, чтобы он продолжал вам что-то говорить, продолжал вам что-то рассказывать, продолжал вам объяснять что-то и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в словах человека, в словах, в данном случае, человек найдет выход из своей ситуации. В словах человек найдет решение своему безвыходному положению. Это довольно-таки важный факт, который вам нужно понимать. То есть, все, что говорит мужчина, до тех пор, пока это не было подтвержденным фактом, а до тех пор, пока это не будет как-то доказано, не стоит воспринимать серьезность. Далее. Ты пишешь, что он уехал в другой город от нас и живет сейчас один. И почему он уехал, чем обусловлен его, как бы, объезд. Он хотел этого, он... Почему он уехал, собственно говоря? Это не очень понятно, но здесь. Но, знаете, даже не это по-настоящему важно, я бы сказал. А важно другое. Важно то, что дальше. Вы пишете о том, что он учился хорошо, но учил по-броску. И вот здесь момент такой. Как я понял, люди, вы достаточно интеллигентные, достаточно вежливые, достаточно осознанные, скажем так. Так, и у вас, ну, не самая, я бы сказал, маленькая планка. Не самая низкая планка и к себе, и к другим людям. То есть у вас есть достаточно серьезные требования. И мужчина понимает, мужчина понимает, что когда он бросил учебу, Мужчина понимает, что когда он перестал учиться, Вы, скорее всего, воспримите это негативно. И ему нужно обравдание для того, чтобы... Ну, ему нужно обравдание для данного поступка. И этот поступок, он, скорее всего, не нашел ничего лучше, Кроме как использовать вот этот вот момент. Момент, связанный с этим. Почему? Ответ достаточно простой. Потому что, еще раз, хотел бы вам повторить. Все, кто реально хочет вагонить жизнь самоубийством, Никогда не будут об этом говорить. Потому что разговор об этом, это не что иное, Как угроза сорвать то, что человек хочет сделать. А тот, кто желает свести счеты мужчине, Не хочет, чтобы его как-то, ну, вскрыли. Поэтому нужно понимать, что если мужчина, Прям вот реально хотел быть, покончить жизнь самоубийством, То вряд ли он бы говорил вам об этом. Вряд ли он, знаете, бросил ушком, Чтобы он активно гласни говорил бы о том, Что вот хочет собрать, там, Свои, свои органы, там, нуждающимся, и так далее, и так далее, и так далее. Не нужно, в общем, воспринимать это чересчур вперед. Еще раз повторю, постарайтесь разделить это на две, на два. Да, это момент. Далее, что я еще хотел вам сказать. Значит, следующее, что вы пишете. Говорите, что хочет сделать напоследок доброе тело, Отдать, значит, твой орган, там, ребенку. Но ведь какая ему разница, сами, Сами просто вот подумайте, Какая разница ему, Доброе он дело делает, недоброе он дело делает, Если его уже отца не будет. Какая ему разница, получается, есть. Получается разница, 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 разница есть, раз он, Все-таки, вот, ну, как бы, Хочет это сделать. А разница есть, значит, мне все равно. А раз мне все равно, значит, Что-то жизнью, скорее всего, сводить. Он хочет постольку, постольку. То есть, он, он может быть, Серьезно в это верит, Но то, что он реально это сделает, То, что он реально это сделает, Я не думал. И я советую вам, Рекомендую вам, Все-таки не воспринимайте его слова, Вот так вот, В таком ключе. Добрые дела. Обычно мало волнует людей, Которые хотят загоночить Женщик самоубийством, опять-таки. Далее. Далее вы пишете Всякую вещь, значит, В общем, настроено решительно. Слезы, уговоры, роботы ничего не помогают, Он, как будто нас не слышит. Ну, вот понимаете, как? Вот, с одной стороны, Человек хочет, вроде бы, Сделать доброе дело. А дальше, Счастья, там, Больному ребенку. И вроде бы, это прекрасно. Но если он такой добрый, И не эгоистичный, То возникает, на мой взгляд, Логичный вопрос. Если все так, Почему он не думает о вас? То есть, о каком-то Ребенке, который ему вообще Никто и чужой, Он думает, А о вас Он не думает. И это Наводит волей-неволей на мысль о Знаете, как? О чистоте, Или лучше здесь сказать, Наверное, не чистоте, А Здоровости. Такое вот слово, Не очень, Не очень, Не очень, Красивое, да? Здоровость. Ваше отношение уже Именно С, То есть, Как так получилось, Что Вашему сыну Все давно Что будет Как так получилось, Что Ваш сын Не беспокоится О вас? Как так получилось, Что Вашему сыну Не забудете Вы Совершенно? Значит, Где-то Есть Расхождение Значит, Где-то По его мнению Есть Неучет Отсутствие Учета Его Желаний Отсутствие Учета Его Каких-то Моментов Отсутствие Ну Так сказать Отсутствие Оглядки На его На его Мнение И прочее, Прочее, Прочее Если Это Действие То Об этом В первую очередь Вам И нужно Думать О том Где Вы Приглядели Где Вы Упустили Момент Момент Мых Размышлений Момент Направлены Стена Своего Сына По его Мнению Понимаете Вы Вы От себя Отдалили Он Получается О вас Не беспокоится И не думает И вопрос Который Я хочу Вам Задать Заключается Именно В этом Почему Он Так Себя Ведет С Каких Плод Он Начал Так Себя Вести Ведь Это Достаточно Знаете Серьезная Стоица Когда Мужчина Сын Да Не Ставит Родителей Вообще Невастопа То есть Я имею ввиду Не беспокоится О том Как они Будут Переживать Например Тот факт Что Его Не будет И Не отдает Смея Отчеты В том Что Им Будет Страшно И Будет Больно Они Некотажи То есть Недаром Говорят Что Самое Страшное Для Родителей Это Пережить Своего Собственного Ребенка И Получается Что Ваш Силь Ведет Себя Настолько Эгоистично Что Ему В данном Случае Вот Это Все Не Волнует Его В данном Случае Все Это Вообще Не Беспокоит И Это Уже Вследствие Ваших Отношений Это Уже Вследствие Того Как Вы Выстраивали С ним Своё Взаимодействие И Судя По Всему Выстраивали С ним Своё Взаимодействие Вы Не Самым Лучшим Образом Теперь Дальше Значит Далее Далее Вы Пишите Следующее Значит Судяк Скажите Божалуйста Мы В каком Отчаянии Подавчера Написал Прощальное Письмо Сказал Что Больше Нас Свет Не Видит Чтоб Мы Его Не И И И Сказали То И В ближайшее Время Он Можете Столить Свои Намерения Видите У вас Неправильный Неправильный Вывод Из Посылки Если Человек Писнет Прощальное Письмо Это значит Что Он не хочет Чтобы Вы его Трогали Это значит Что Он не хочет Чтобы Вы Неправильный Не хочет Этого Именно Это Означает Его Письмо Вы Смотрите Не на Форму В данном Случае А на Смысл На Реальный Смысл Того Что Человек Делать Вы Сказали Мне В Своем Последнем Сообщении О том Что Манипуляция Отсытствие Манипуляции Это Когда Человек Не Воздействует На Другого То И Я думаю Что Вот Это Тоже Своего Рода Манипуляция Манипулируя Своей Женей Зная Что Она Для Вас Важна Мужчина Пытается Огранить Вас От Своей Жизни Со Своем Еще Рас Повторю У вас Есть Доказательство Того Что Ну Что Он Может Что То Сделать У Вас Есть Доказательство Того И Основание Ему Верить Во Во Первом И Во Второе Доказательство Того Что Он Действительно Принял Какие Конкретные Шаги Для Того Чтобы Завершить Додуман Кроме Его Слов Еще Что То Есть Но Эти Слова Это Просто Слова Но Мужчина Судят Не Слова Мужчина Судят По Делам Современные Молодые Люди Родители Часто Воспринимают И Это То Что Вы Ему Даете На Данный Мод Вы Насилить К нему Именно Так Потому Что Скорее Всего В Глубине Души Человек Боится Осуждения Это Я Вам Говорю Как Уже Специалист Я Надеюсь Вы Это Понимаете Далее Что Вы Пишите Значит Мы Срочно Прилетели В этот Город Сын Не знает Об Этому Пожар Сын Гастин Не 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 Что Делать Куда Бежать Помогить Ну Вот Здесь Конечно Ваш Вопрос Он Не Завсем Психолог То Есть Понимаете В Какой Город В этом Городе Нужна Арендация В этом Городе Нужен Человек Который Знает Город В этом Городе Нужна Связь С Тем Кто Может Вам Как Помочь И Как Таковая Психологическая Проблема Здесь Отсутствует Потому что Это Больше Технический Вопрос Вопрос Технического Плана Куда Бежать Объективно Делать То Что Я Вам Сказал Технический Пытаться Его Встретить Но Об этом Вы Пишите Там Как Б Дальше А Пока Хочется Сказать Так Что Объективно Можно Попробовать Обратиться В милицию Технический То есть С полиции С полицию Если Вы Договоритесь Она Может Его Задержать За Какое Нибудь Пустяковое Нарушение А Вы Уже С ним Собственно Говоря Пересечетесь Да И Уже Как Будьте Ступить В Взаимодействие То есть Нужно Обратиться В первую очередь В полицию Следственные Розыскные Органы Именно Они Занимаются Поисками Людей Но Как Там Будет Происходить Процесс Я Конечно Вам Не Скажу Потому Что Опять же Это Не Психологическая Проблема Далее Вы Пишите Значит Все Проблема В том Что Мы Знаем Лишь Приблизительный Обрез Сыни Хочет Нужно Нас Видеть И Слышать Значит Как бы В председательном Письме Он сказал Что Хочет Оформлять Контакт С нами С родителями И Со всеми Кого Знаем Вот Вот Опять Вы Знаете К Чему Приведет Обрыв Контактов Вот Как Вы Думаете К Чему Приведет Обрыв Полный Обрыв Контактов С Людьми С вами С Другими Людьми Почему Потому Что Эти Люди Естественно Будут Беспоко Беспокоиться О нем И Беспокоить О нем Они Конечно Не дадут Ему Сделать То Что Он Хочет Допускаю Что Ваш Сын Может Прервать Контакт Не Только С вами Но И С кем Приш Допускаю Что Ваш Сын Может Все Это Реально Сделать Тогда Если Он Это Реально Может Сделать То Давайте Скажем Так Все Кто Любит Его Скорее Всего Поднимут Панику Поднимут Тревогу Как Вы И Будут Стараться Ему Помочь Правда Или Нет Не Отначает Лето Что Он По Сути Обрекает На Неудачу На Заверимую Неудачу Свою Свой План По Сведению Счетов Жизни Вот Об этом Я вам И говорю Что Настоящий Суицидник Тот Который Хочет Окончить Жизнь Суноубийством Не Будет Понимать Шум Потому Что Он Знает Что Из Этого Хорошего Ничего Не Получится Скорее Всего Ему Помешало Итак Давайте Значит Скажем Так Что Желание Оборвать Контакт С родителями И со всеми Это значит Именно То Что Я Сказ Далее Вы пишите Мы Определили Дом Дом По карте И Примерно Квартиру Два варианта Мы им Все очень Светли Позвать Не Открыть Он Не Знает Что Мы Приехали Как Быть Реакцией Не Сделаем Ли Мы Только Этим Хуже Ну Знаете Бояться В данном Случае Уже Не Име Смысла Потому Что Мы Уже Приехали И Опять Таки При Прочих Реанных Условиях Ваша Реакция Она Вполне Нормальная И естественная То Если Вы Любите Своего Сына То Он Для Вас Самое Дорогое Что Есть А Это Значит Что По Другому Поступить Вы Вряд Могли Быть Бояться Здесь Не Нужно Бояться Здесь Как Бо Уже Явно Не Не Стоит Потому Что Вы Уже Сделали Свой Вы Вы Уже Решили Решились Точнее Решились На То Что Приедете А Значит Нужно Идти До Конца Ваша Мне кажется Это Ваша Такая Знаете Своеобразная Проблема Что Вы Все Время Сомневаетесь В том Что Делает Так Тогда Как Сомневаться Не Нужно Если Вы Что То Решаете Делать То Уже Ни В коем Случа Нельзя В этом Сомневаться Иначе Ничего Хорошего Не Получится Из Этого Надеюсь Вы Вот Этот Момент Для Себя Постараетесь Позже Понять Далее А Вы Пишите Значит Мы Если Проводим Он Может Не Открыть Почему Он Может Не Открыть Непонятно Он Не Знаешь Что Мы Приехали Какая Реакция Реакция Негативная Да В Типа Текущем Моменте То есть Я имею Ввиду Моменте Святан С Тем Что В моменте Святан С тем Какая Будет Его Первичная Реакция Да Вы Сделаете Хучку То есть Вы Спровоцируете Человека По сути Дело На Негатив Это Да Так Будет Но Важно Понимать Что Потом У вас Нет Выбора То есть Вы Не могли Поступить Иначе С Ваши Сына Веках В данном Случа Опять Таки Я Не Совсем Понимаю Почему Вы Думаете О Реакции Своего Сына Хотя Он О вашей Реакции По сути Не Думает Он Не думает О том Каково Вам Он Абсолютно Об этом Не думает Но Вы Об этом Думаете Если Он Не думает О вас То И вам Не нужно Прямо Таки Уж Думать О Его Реакции Получается Какая Знаете Жертвенность Что Ли Во имя Сына То Да Вы Его Защищаете Да Вы О нем Забудетесь Но И шерстнуть Ради него Не нужно Если Ваш Сын Мыслит Такими Вот Категориями Если Ваш Сын Думает О том Чтобы Свести Все Это Жизнь То Это Как Минимум Человек Не несущ Соответственности За Себя Это Как Минимум Человек Который Не думает Ни О Кроме Себя И Нельзя Такого Человека Воспринимать Как Взрослого Значит Нужно Брать Ответственность За Его Нужно Брать Его Судьбу Что Делать Если Он Сам Не хочет Этого Дела Не хочет Брать Ее Ну И Брать Его Судьбу Своей Руки В Противном Случае Судар 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 Закончится Добрат Честно Печаль И вы Это Знаете И вы Это Знаете То Есть Не Нужно Чего Боих Судар Нужно Постоянно Думать О том Как Он Отреагирует На То Или Иное Ваше Поведение Если Если Вы Будете Думать Об Этого Вы Ни К Чему Никогда Не Придете Потому Что В Этой Ситуации В Ситуации Которой Вы Оказались На Решитель Решительность А Главное Ваш Сын Должен Понять Что Он Поступает Ужат Если Вы Не Сможете Этого Ему Донести А Пока Нет Никаких Предпосылок Которые Вы Говорили О том Что Вы Можете Ему Это Донести То Все Напрасно Все Что Вы Делаете Все Это Напрасно Далее Значит Что Я Хотел Сказать Дальше Сейчас Кружим Около Дома Не Знаем Чего Начинать Чтобы Не Усугубить Ситуацию И Еще Прин Сказал 2 Октября По Телефону Что Дал При Нас С Эти План Чтобы Так Успокоиться Успокоиться От Что Заставило Вашего Сына Пить Препарат От Чего Ему Нас Благодарю Вы Говорите Я Попытался Обговорить Принимать Его Этот Препарат Вы Попытались От Говорить Принимать Его Этот Препарат Здорово А Вы Предложили Ему Помощь Какую Нибудь Вот Как Ну Вы Попытались Понять Почему Он Начал Этот Препарат Вообще Принимать Или Вы Просто Отговаривали Его От Того Чтобы Он Не Принимал То Что Вы Ну Я Не знаю То Что Вы Считаете Плохим Это Ведь Тоже Очень Важный Момент На Самом Среди И Это Возможно Еще Одна Ваша Ошибка Что Навязывая Мужчине Своё Мнение Пусть Даже И С Благими Целями Ну Пусть Даже С Положительными Хорошими Целями Вы Очень Можете Вы Не Думаете О Нем По Его Мнению И Если Вы Не Думаете О Нем По Его Мнению То Нет Ничего Удивительного В Том Что Мужчина Пролежает Делать То Что Он Делает У Него Нет Ощущения Что Вы Беспоко Хочет О Нем У Него Есть Ощущение Что Вы Вот Этого Сила Делаете Для Того Чтоб Понимать Что Мужчине Что Нужно Мужчине Для Того Чтоб Ему Было Хорошо Складимо Понимать Чего Он Хочет А С Этим У У Нас Явная Проблема Потому Что Вообще О Желании Своего Сына Вы Не Говорите Вы Пишите Что Он Делает Пишите Что Он Учится А Какие У Него Ценности О Чему Он Стремился Чего Он Хотел Вы Не Пишите Далее Я Попытался Отговорить Пронимать Его Я Попытался Отговорить Сына Пронимать Препарат Знаете Я Думал Когда Поднять Эту Тему И Думаю Что Лучше Наверное Сделать Это Сейчас Знаете Что Мне Очень Сильно Бросается В Глаза Очень Сильно Бросается В Глаза То Что Вы Пишите Везде Мы То Есть Мы Родители Мы Бегаем Мы Что Еще Мы 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 И Знаете Вот Это Мы То Есть Некое Такое Общее Если Ну Если Угодно Некое Такое Общее Общее Лицо Общее Как Это Сказать Собирательное Понятие Общее Собирательное Понятие Оно Если Честно Немножечко Настораживает По Крайней Мере Меня Почему Почему Вы Постоянно Говорите Мы Есть Отец Который Должен И Может Вашего Сына Образумить Поговорить С ним Есть Отец Который Должен И Может Принимать Решение В этой Ситуации Есть Отец Который Как Мужчина Принимает Решение Определяет Стратегию Поведения Вашего Поведения И Решает Как Вам Делать Как Вам Поступать В этой Ситуации Я Не Очень Понимаю Почему Я Не Очень Понимаю Почему Общение Идет У нас Именно С вами Я Не Очень Понимаю Почему Вы Все Это Делаете Вы А не Он Это То Что Мне Непонятно Почему Вы Говорите Мы Почему Вы Разговариваете С Сыном А не Его Отец Ведь Это Его Так С Прямая Обязанность Да И Мужчины Более Ну Более Лучше Найдут Найдут Язык Друг Другом Чем Женщина Чем Женщина С С С С С С С Почему Так Это То Что Не Понятно Это То Что Вам Необходимо Тоже Поменять Не Говорите Мы Не Обязвивайте Например Отца И Не Взваливайте На себя Слишком Много Это Неправильно В Данном Случае Именно Отец Как Мужчина Решает Данную Ситуацию И Именно Позицию Отца Ну Я бы Если честно Хотел Увидеть Услышать Ознакомиться С ней И так Дальше Что Вообще Дух Думает Отец По Этому Поводу Как Отец Относится Ко Всему Этому И так Дальше То есть Вот Это Ваше Мы Оно Очень Сильно Вредит Если И Сын Воспринимает Вас Сами Как Мы То есть Не Подразделяет По сути Ну Не подразделяет По сути Вас На Отца И на Матю То есть Не Видит Разницы Между Отцом И Матерью Ну Это Очень Очень Прох Потому Это Подробное Подразделение Необходимо В Любом Случше Далее Значит Далее Вы Пишите Следующее Голос По Телефону Был Ярым Без Жизнин Вообще А Сюда Был В Семье Последних Семь Месяцев Не Пил Не Курил Тщательно Следил За Здоровья Сказать Я Когда Принимал Витамины Тщательно Подбирал Продукты Скоординируйте Поймите Наше Что Я Не Знаем Так Нет Значит Он Был В Семье И Вам Было Нехорошо Верно Он Не Пил Не Курил Т.е Тщательно Себя Ограничил Во всем Вел Себя Так Как Наверное Вы Хотели Чтобы Он Себя Вел Если Я Правильно Вас Понимаю Себя Теперь Когда Он Ушел Он Пожил Отдельно Он Вкусил Так Сказать Вот Именно Вкусил Свободной Жизни И Начал Сам Как Как Б Ее Стро Ну А Вам Я Полагаю Это Моментально Перестало Не то Чтобы Нравится А Скорее Перестало Устраивать Наверное Наверное Я имею Ввиду Перестало Устраивать Полностью То Вы Сразу Начали За него Переживать Переживать Ну И Соответственно Тогда Надо Разобраться С тем Как Вы Отреагировали На Его Желание Обособиться Как Вы Отреагировали На Его Потребность В том Чтобы Жить Отдельно Как Вы Вообще Это Восприняли И Так Даже Потому Что Пока Это Все Очень Сильно Напоминает То Что Мужчина Врот Напросто Впересмысливает Свою Жизнь И Хочет Чтобы Вы Были Ну В этот Момент Как То С ним Например Вот Это Очень Ну Очень На Это Похоже Скоординировать Ваши Действия Опять Так Вы Пишите Скоординируйте Ваши Действия Ведь Мы Находимся Одни Свежих Учажен Города Я Не Очень Понимаю Почему Этого Не Делает Отец Вашего Сына Именно Он Как Мужчина Должен Все Это Делать Как У вас Как У вас Распределены Роли В семье Хотелось Бы Очень Узнать Далее Вы Пишите Следую Сходим В Второй День С Приезда Ходим Ежедневно Два Раза В День Сходим В День С Приезда Ходим Ежедневно Родник Дома Сына Поднимались На Итаж Дали На Площадке Показка Безусловно Казано Творец Ошибка СМС О том Что мы приехали Его навестить Действительно В общем Вы Это Сделали Я Не Понимаю Я Вам Вроде бы Говорил Что Нельзя Чтобы Он Узнал Вы Приехали Нужно Было Чтобы Вы Именно Чтобы Он Точнее Именно Увидел Вас Чтобы Вы Прям Встретились И Вот Это Как бы Уже Стало По сути Как бы Ну Становлением Перед Фактом А Вы Получается Зачем То Отправили Ему СМС Зачем Вы Это Сделали Если Честно Я Не Понимаю То Вы Просите Моего Совета Вы Как бы Сдете Моих Рекомендаций Но При этом Поступаете Как-то Сами Ну Давайте Мы Определимся Для начала Так Либо Вы Решаете Действовать Своим Ум Либо Вы Следуете Тому Что я Вам Говорю Тому Сепаративном Случа Я боюсь У нас Не получится Чего-то Чего-то Конструктивного Далее Значит Далее Он говорит Что Вы Вы Не преследовали Его Хотя Никакого давления Мы не оказывали Опять Таким Это Кто сказал Что Вы Никакого давления Не оказывали Он Или Вы Если Это Вы Сказали То Это Еще Не Интересно Для Для него Это Может Быть Не так У нас У нас Такое Ощущение У кого У нас Вот Опять У нас То есть Вдвоем Его По телефону Случали Ну Вот Серьез Лариса Ну Понимаете Ну Может Было бы лучше Только один Отец Приехал Может Отцу Он бы Наверился Может Отцу Он бы Смокр Сказать О своих Проблемах Как Мужчина Просто Мы 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 Оно Очень Может быть Давит На него И давит Очень Сильно Поэтому Я Рекомендовал Вам Именно Эту Ситуацию Немножечко Поменять То есть Если Нужно Оставить Как Было Одного Отца С ним Там Его После Вам Например Уехал Потому Что Вы Я Так Подозреваю Что Вы Для Своего Ребенка Некий Такой Разражающий Факт Ну Опять Немножечко Напуган Опять Кому Вам Вопрос Почему Именно Вам Показалось Так Что Что Думает По Этому Поводу Отец Именно Отец Это Важно Что Думает По Этому Поводу Именно Отец Не Вы А Отец Это Прямо Вот Очень Важно Значит Вам Показалось Что Он Напуган Что На Это Указывает Конкретно Что Он Напуган Значит Либо Это Лардейских Таблеток Которых Написали Иначе Мы Объяснить Его Поведение Не Можем Опять Это Мы Значит Что Он Чем То Напуган Если Он Напуган То Опять Страх Это Почти Полное Почти Полное Исключение Нашей Вероятности Того Что Он Покончит Жизнь Самоубийством Потому Что Нужно Понимать Что Те Кто Чего-то Боится Они Ну Опять же Они Боятся Понимаете И Страх Это Эмоция А Эмоция Значит Это Тяготение К Жизни Поэтому Это Еще Один Момент В Пользу Того Что Он Скорее Что Ничего С С С Вот Значит Вы Пишите Что Он Напуган И Что Вы Объясняете Это Для Себя Действием Этого Препарата Ну А Может Быть Вы Считали Этого Ну Препарата Может Он Влиять На Человека Так Что Он Возможно Страх А если Страх То Страх Чего Я Думаю Пока Пока Получается Так Что Ваш Ваш Сын Попал В какую-то Не очень Хорошую Для него Ситуацию По Моему Мнению И Это Нехорошая Ситуация Она Его Как-то Знаете Ну Может быть Напрягает Может быть Давит На него Может быть Он Ее Вообще Стыдится Я Думаю Так Далее И хотя Мы Не устанем Повторяем Что Любим Его Готовы Решить Его Проблемы И Словом Делом Но Приход Это Вшедет Во Причина Обсутствие Доверия Мне Пока Не Ещё Раз До Второго Возможно С одним Из Вас Он Б Поговорил В Тятом С С С С С Мужчине С Мужчиной Всегда Проще Найти Язык Дальше Вы Пишите Сейчас С ним Нет Никакой Связи И Я И В Полном Отчаянии От своего Бессилия У нас По-прежнему Полное Неопределение Сходим Понимаем Снадак Нельзя Встретиться С сыном Телефон Не отмечает Недоступен Написали Именно 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 Значит Он Принял Ответ Что Мы Не Сможем Без С С Немнамерения И Что Мы Не Делали Никаких Искать Немнадцать Иначе Как он Говорит Якобы У него Всегда Есть Какой-то Слад Монус Ядом Он Готов Самоликвидироваться Простите А вот Разве Это Не Есть Последнее Что Я Прочитал Разве Это Не Есть Манипуляция А Как Тогда Простите Его Желание Как Тогда Простите Его С Прямление Помочь Ребенку Больному Если он готов Получается Самоликвидироваться Разве Это Не Явный Признак Того Что Человек Думает Только О Себе Разве Это Не Явный Признак Того Что Мужчина Вами Манипулирует Разве Это Не Явный Признак Того Что Мужчина Угрожает Вам Еще Раз Надо Сказать Ну Видите Ваш Сын Готов Фактически Даже Про Ребенка Которому Он Готов Помочь Забыть Он Готов Про него Забыть Лишь Только По его Словам Лишь Только Убить Себя Ну И Как То Это Не Вязь С Тем Что Он Хочет Ему Помочь Он Хочет Доброе Дело Сделать Он Хочет Отдать Жесть Себя Тому Кто В этом Наживается А Первый Сайта Что Он Собыл Сременно Стих Это Все Довольно Таки Выглядит Мягко говоря Странно И Высосанно Из пальцев Либо У человека Одна Позиция Либо Другая Позиция Здесь Угрозы Уже Пошли Ваш Адрес И Очевидно Совершенно Очевидно Нежелание Именно Встречаться С С И Вопрос Тогда Возникает А Почему Мужчина Так не хочет С вами Встречаться Чего Он Боится Ну Встретился Б с вами Спокойно Успокоил Б вас Там Поговорил Б с вами Вы бы Успокоили Сам Потом Б взял И Совершенно Спокойно Сделал Б То Что Хотел Разве Это Не Правильная Постановка Вопроса Разве Это Не Верная Постановка Вопроса Разве Не Так Нужно Было Вести Себя Вашему Сыну То Разве Не Так Мужчине Нужно Было Себя Проявить То Есть По сути Успокоить Вас Дать Вам Понять Что Все Хорошо Чтобы Вы Не Приживали Чтобы Вы Не Волновались А Потом Просто Тихо Делать То Что Он Хочет Тогда Вы Никак Ему Не Помещали Тогда Вы Не Пришлось Нервничать Не Пришлось Переживать И так Далее И так Далее Но Он Выбирает Другую Модель Поведения Почему Потому Что Им Дефицит Какой Это Мотив Это Не Мотив Помочь Ребенку Это Оправдание И Обговорка Это Не Мотив Убить Себя Это Мотив Нежелание С вами Строчаться Почему Возможно Из-за Страха Осуждения Возгоня Из-за Чего-то Еще Но Самоубийство Здесь Это Скорее Все-таки Средства Это Скорее Все-таки Средства Далее Значит Про удаление Почтового Ящика Это Я Понял Мы Совершенно Его Не Знаем Будто Замбированы Или Кто-то Читает За Ничего Не Можем Понять Боимся Не Боимся Дет Резкие Движения Ну Кстати Резкие Движения Нужно Делать Это Единственное Что У вас Остается Особенно Если Вы Приехали Уже В Гор Далее 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 Вы Вы Конечно Не Психологи Но На Наш В Гляд Манипуляция Предлагает В Объяв Какой Либо С Определенной Целью Опять Вы Не Психологи Но На Наш В Гляд На В Гляд Кого Какой Вгляд У Вас Какой Вгляд У Вашего Мужа Это Все Отдельно С Вами Разбираются Даже Манипуляция Преколагает Какого Либо Возделания Он И Воздействует На Вас Он Сандаржирует Вас По сути Дела Своей Смерти Чтобы Вы Не Переставали Чтобы Вы Его Не Видели И Если Он Готов Самоликвидироваться Значит Он Думает Только О Себе Вот Это И Его Цель Оградиться Полностью От вас Денег Он Не Бротит И Отказывается Их Принимать Это Лично Его Препочтение Он Вообще Отказывается От Свох Мущества Самолик Смой Написали Он Не Выходит На Святом Расхочется Отставили Его Покой И Дали Ути Жизнь Вот И Все Обновление Своего Не От Так Как Мы Вам Тоже Писали Так Готовы Когда Своего Водкина Да Но При этом Носят С собой Патулочку Я Я Да И Готов В любой Момент Себя Убить Забыв При этом Про Ребенка Знаете Это Двойные Стандарты Получается Не Считайте А Это Довольно Пределительные Расхемные Процедуры Я имею Ввиду Ангон Ангон Так Вы Постарайтесь Тогда Узнать Адреса Клиник В которых Осуществляют Эту Актерацию И Пройдитесь По Багам Кто Регистрировался Там Вот За последнее Время И Узнаете В какой Клинике Фигурирует Ваш сын И Фигурирует Для Он Вообще Обратитесь В Социальную Службу В Полицию В Полицию Как я Уже Сказал И Так Далее К Федерально Следственным Резыскным Службам Обратитесь И Все Я думаю Что Это Будет Самое Правильное Вы Принимаете Его слова На Это Ваша Самая Большая Проблема Вы Считаете Что Он Не Может Вас Обманывать Вы Считаете Что Он Говорит То Что Думает У 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 Доказательств Того Что Он Действительно Собирает Это Сделать Ни Одного Доказательства Вещер У 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 встал на операцию, нет того, что флакончик, если бы вы его встретили, вы могли бы вывернуть его в карман и увидели бы, если там ничего нет. Именно поэтому не хочет вас встречаться. Но в любом случае, я понимаю, вы можете сказать, что риск-то есть. Риск действительно есть. Чтобы его не было, обязательно обратитесь в следственные резервные органы и в клинике, которые осуществляют подобные операции. Я думаю, вам это поможет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Мой ответ получился довольно большой. Мне бы не хотелось, чтобы вы тратили свои деньги впустую, поэтому решил по полной программе вам ответить. Желаю вам удачи. Всего доброго.